Всем привет народ ютуба. Многие наверное знают, что детали из ABS пластика есть возможность обрабатывать ацетоновой бани. Посмотрел я в интернете как это делается, но решил замутить себе такую баньку. Сначала взял обычное корыто типа такого, набрал в него ацетона и на небольшом уровне от этого ацетона подвесил, установил детальку. Подержал ее так минут 20, но честно говоря, качество обработки мне не очень понравилось. Вот подобие такого, например, получилось. Давайте я сейчас переключу камеру и покажу поближе. Вот, к примеру, деталь, которую я обрабатывал таким образом. Такой уголочек крепления профиля 20 на 20 алюминиевого. Вот здесь можно видеть, вот так она была установлена, то есть можно видеть, что, например, вот эта плоскость практически не изменилась, но здесь еще более-менее. А вот эти две плоскости боковых очень даже так неплохо закатались. Причем закатались, во-первых, неравномерно. Одна плоскость сильнее, другая меньше. Тут уже отпечаток мой, когда снимал. А во-вторых, заметил такое, что чем ниже, чем ближе деталь к уровню ацетона налитого, тем, ну, естественно, концентрация паров в этом месте больше и она как бы подвергается воздействию ацетона сильнее. Ну и стал что-то искать в интернете. Ну и наткнулся, в принципе, как я и думал, на организацию циркуляции воздуха вот с этими парами внутри этой баньки. Ну, недолго думая, в компасе спроектировал быстренько вот такой вот вентилятор. Здесь моторчик. Моторов, как вы могли видеть в одном из моих видео, у меня такого рода полно. Подписчик мне пришлал большое количество. Ну и сделал такой фланчик небольшой, ответный фланец к нему и такие вот лопасти. Для чего делается мотор, вынесенным изнутри, то есть, по сути, можно было опустить внутрь кулер и как бы не париться, да? Но представьте, что будет, если в обмотках этого кулера возникнет тескра, а он находится в парах ацетона. Ну, как бы элементарно пожар и взрывобезопасность. Вот, а так получается, здесь он изолированный и опускается внутрь только лопасти с крыльчаткой. Крыльчатка и фланцы все распечатаны из пола пластика. Он, как известно, не боится ацетона, но если боится, то не в такой мере, как АБС. Вот, но я уже пробовал, в принципе, все нормально. Как бы такие вот мягенькие лопасти получились. Ну и далее, чтобы ацетон у нас быстрее взаимодействовал. Вот, я взял, это, значит, обычная сушилка для обуви. Так, она греется, в принципе, достаточно неплохо, где-то 50, 57, 56 градусов, 58. Ну, в общем, на нее, здесь такой я небольшой, как типа столик организовал. Здесь резиновый коврик, который якобы не пропускает тепло. Ну, вроде как-то он держит там какое-то время. Столик организовал, потому что здесь есть такие возвышения, вот, чтобы полностью корыца моя ставилась на эти, приподнял немножко. На этот импровизированный столик ставлю свое корыце. Здесь у меня лежат блины от жестких дисков и вниз там положил металлические трубочки, просто чтобы приподнять детали, как бы такие столики сделал. Так, обрабатывать будем вот такую вот детальку, даже две. Сейчас я ее поближе покажу, как говорится, до и после. Надеюсь, будет видно, какое качество. ABS Plastic фирмы FD Plast, по-моему, да. Так вот, такой вот облинг можем наблюдать. Вот, 0,2 толщина слоя, сопло 0,4, скорость печати 40 миллиметров в секунду. Вот, ну, в общем, такое вот качество. Ну, в принципе, качество достаточно приемлемо для Annet A8 принтера, да, аналога Пурса. Вот, в общем, вот такие две детальки у меня есть. Вот их надо обработать. Их мы укладываем на наши блинчики. Так, вот так вот. Можно и как-то подвешивать там, чтобы плоскости они не касались, но у меня не особо плоскость нужна. Так, и подкладки греем снизу, чтобы спровоцировать ацетон на наилучшее испарение. Вот, затем берем ацетон, аккуратно заливаем, чтобы не обрызгать детали. Ацетон у меня почти кончился, но должно его хватить. То есть дно этого корыта мы покрыли. Теперь закрываем нашу баночку с моторчиком. Так. Так, немного переместил я камеру, поставил секундомер и поехали. Наслаждаемся процессом, если там, конечно, что-то будет видно. Включаем наш моторчик. О, уже у нас ацетон начинает выдавливать крышку. Итак, прошло у нас 3 минуты. Видим мы, что стенки у нас запотели. По стенкам стекает конденсат. Так. Ну, давайте, наверное, посмотрим предварительно, что у нас там внутри. Ну, пока явных изменений не видно, но пластик уже вспотел и начал блестеть. Такой вот, блеск появляется. Продолжаем дальше. Продолжаем. так прошло у нас уже шесть минут давайте посмотрим что стало через шесть минут вот детали уже стали так значительно более гладкими и блестками вы еще есть видны следы слоев но я думаю наверно этого будет достаточно так достаем наши детальки достаю вместе с дисками так удобнее чтобы не лапать их не отклеивать сейчас поближе посмотрим детали получившиеся они еще чуть-чуть виды изменяться когда ацетон с них испарится весь полностью но по сути внешний вид уже останется примерно таким какой есть сейчас я надеюсь камера сможет передать вот так начинает выглядеть деталь в принципе на каких-то небольших детальках можно добиться вообще как как будто литье то есть как заводские элементы ну и по идее укрепляет должно этот процесс должен укреплять структуру материала так как внешние слои спекаются вот она уже высохла в принципе сейчас если получится ее а ну она легко очень отрывалась так ну вот края еще мягенькие если нажимать пальцем ногтем то будут оставаться такие ляпы вот здесь видно что был диск в диске было отверстие в диске вот в этом я имею ввиду и вот как раз где пары проникали в это отверстие такой эффект получился а где нет остался вид слоев нанесенных ну а в общем вот такие получаются детальки вот в принципе 5-6 минут и готово ну ладно ребята всем спасибо всем пока пока смотрите всем пока побегу вот в общем вот это мы Продолжение следует...